Вот дети с подвалом не вылазили. Мужчины остались на той стороне. Ну а мы приехали вот как-то. У нас столько погибло детей. У нас столько нерождённых детей осталось из-за того, что погибли их отцы, деды. В общем, у нас любой берёт оружие и идёт сражаться. С собой только пару вещей. Документы. Вместе с Ларисой, сноха и трое маленьких внуков. Самой младшенькой Насте едва исполнилось 8 месяцев. Муж и сын остались дома в городе Стаханов Луганской Народной Республики. На сборы времени не было, куда ехать всё равно. Лишь бы подальше от звуков выстрелов. Выходные миновали Донецкую таможню. Дальше со станицей Лихая добрались до Сызрани, где семью и всех переселенцев встретила наша служба соцзащиты и медики. Затем конечная остановка – станция Ульяновск-3. С поезда на перрон сошла и Татьяна Миронюк с пятью внучками. Приезжих встретил губернатор Алексей Русских. Я думаю, всё будет нормально. Пойдётся хоть в твоём и здесь пожить у нас в гостях. Это всё мои внуки. Внучки. Ничего себе. Да. Мамы не смогли выехать. Все девочки. Мамочки, да. Мамочки у нас сотрудники МЧС. Угу. Поэтому такие люди только в последнюю очередь могут исправить. Необходимое медобследование, экспресс-тесты на ковид, психологическая поддержка. Эти процедуры провели незамедлительно, ещё в поезде. По заболеваниям ничего страшного, максимум простуда и ОРВИ. Это подтверждают медики. Кроме того, с их слов общее настроение у всех гостей хорошее. А значит, есть силы двигаться дальше. Слава богу, многие из прибывших здоровые люди. Да, детки, к сожалению, у нас с пресс на КМОРВИ прибывшие. Но по месту прибытия мы отправили их в пункт временного размещения, где им провели медицинский осмотр дополнительно. И уже далее распределили необходимую госпитализацию. Если она есть, мы госпитализировали. Если её нет, то мы отправили их дальше в пункт распределения. Пока медики проводят дополнительный медосмотр, у приезжих есть пара минут перевести дух, отдышаться, оглядеться по сторонам. Большая часть детей – это почти три сотни, включая 28 грудничков. Среди малышей – девятилетняя Полина, её сестричка – Марина. Поцеловать на прощание папу так и не успели. На сборы – пять минут и выполнять приказ. Как бы ни уговаривала и не плакала. Долг зовёт. Рассказывает мама ребятишек Михайлова Мария. Ни одному человеку, даже самому-самому, злеживому праву, даже людям, которые находятся в территории Украины, и как-то она пришла, чтобы они провожали своих мужей, уже провожали своих жен. Около 30 автобусов. Каждый из них сейчас распределяются люди. Далее они будут направлены в пункты временного содержания гостиницы Ульяновской области. Всего выбрано восемь гостиниц, включая Венец, Октябрьская и Волга. Со сборами помогают депутаты, спецслужбы, волонтёры. Первым делом накормить и разместить. Уже потом строить дальнейшие планы, ставить приоритетные задачи. Задачи дальнейшие. Люди должны участвовать в жизни города, участвовать в своей жизни. Конечно, много планов. И познакомить с историей города, показать город. Суммарно Ульяновская область приняла больше 600 вынужденных переселенцев. Напомним, 21 февраля в регионе по поручению губернатора введён режим чрезвычайной ситуации. Сейчас в муниципальных образованиях ведётся работа по организации дополнительных мест для временного проживания.